привет дорогие друзья и добро пожаловать на диаваде для творчества сегодня я покажу мастер-класс снова как вязать косыночку вяжется на очень просто полустолбиками воздушными петельками очень быстрый мастер-класс очень красивая такая блестящая пряжа в ней есть доля хлопка поэтому она очень легкая и не теплая какой пряжи я использовала для неё какой крючок сейчас все увидите итак дорогие друзья начнем с пряжи марка rica design а коллекция флюфели и что-то в этом роде пряж 150 грамм метров 150 грамм 420 метров 40 процентов хлопка она содержит 30 процентов полиэстера 20 процентов полиакрил и всего лишь 10 процентов шерсти очень такой легкий микс и на благодаря ему 150 грамм на 420 метров это большая длина подходит для четвертого крючка я как раз и буду вязать это все моим четвертым крючком я бы еще купил эту пряжу в другом цвете она действительно очень классная удобная для вязки и так я начинаю вязание 4 воздушных петелек 1 2 3 и номер 4 далее делаю 1 накид и вывязываю 1 полустолбик из самой первой петельки которую провязала благодаря этому получается вот такое маленькое колечко но теперь я буду вязать дальше я снова набираю 4 воздушные петельки и таким образом начинаю свой новый ряд второй ряд каждый ряд и начинаю с 4 воздушных петельок я начинаю у столбика далее я провязываю 1 воздушную петельку и вывязываю следующий полустолбик ну и теперь мой второй ряд готов и так вначале я провязала 4 воздушные петельки потом полустолбик 1 воздушную петлю и снова 1 полустолбик теперь я начинаю 3 ряд 1 2 3 4 воздушные петельки разворачиваю здесь я снова провязываем 1 полустолбик сразу после вот этой вот цепочки из воздушных петель после полустолбика набираю 1 воздушную петельку и из этого же места ввода крючка вокруг вот этой цепочки я вывязываю еще один полустолбик ну как вы заметили каждый ряд начинается всегда 4 воздушных петель потом идет один полустолбик 1 воздушная петля и еще один полустолбик далее следующее место ввода крючка следующая цепочка это вот как раз последнее место ввода крючка в этом ряду это третий ряд я провязываю полустолбик 1 воздушную петельку и еще один 2 то есть полустолбик это значит что я закончила сейчас свой третий ряд как вы видите вот он у меня получился такие вот сверху как бы воздушные петельки всего я провязала 4 полустолбика в этом ряду вокруг вот этих цепочек из воздушных петель предыдущего ряда я начинаю четвертый ряд набираю 4 воздушные петельки разворачиваем после этого провязываю 2 воздушные полустолбика между ними воздушную петлю так снова набирают на воздушную петлю дальше провязываю следующую часть вот между началом и концов то есть серединка так сказать в вокруг воздушных петель я ввязываю 1 полустолбик так далее следующее место ввода крючка провязываю 2 полустолбика в начале 1 и в конце 1 таким образом у меня получается здесь в этом ряду было прибавление и благодаря этому моя косыночка растет форме треугольника и так видите здесь маленькая цепочка с воздушных петель 2 полустолбика 1 полустолбик 1 полустолбик и в конце снова 2 полустолбика и соответственно после каждого полустолбика у меня одна воздушная петелька идет они будут эти полустолбик эти воздушные петельки местами ввода крючка для следующего круга иногда заговаривают для следующего ряда набираем следующий ряд уже 5 набираем 4 воздушные петельки 2 полустолбика между ними 1 воздушная петля конечно же так не забывайте обязательно эту воздушную петельку между ними ну и теперь я снова добралась до конца этого ряда моя косынка постепенно увеличивается вы здесь видите пряжа на хлопковой стала толще поэтому немножко смещается вот неровно получается треугольничка связала два полустолбика 4 вот здесь в серединке 2 снова в конце между ними воздушные петельки ну и да и теперь я буду двигаться дальше я пока провяжу вперед покажу вам результат так провязала палуб парочку рядочка вперед здесь вы видите действительно очень красивый получается узор такой переход вот этих блесток очень просто вяжется но конечно я провяжу остаток все это симпатичной пряжи покажу вам так дорогие друзья почти готова моя косынка провязала клубочек до конца вот такой маленький остаток остался вот он конец здесь видите насколько узенькие красивые получаются концы края у косыночки очень красивая форма такой очень плоский треугольник ровный дырчатый сетчатый вот этот узор очень очень ровная форма совсем незаметно что блестки они так сильно резко бросаются в глаза ну и конечно эти две ниточки нужно будет потом заправить вот они как раз на уголочках начальная нить и конечная нить я вот так вот видите у меня осталась такая петелька я ее вот так вот полностью вытаскиваю до самого конца затягиваю хорошенько ну и потом нужно будет ее заправить ну и таким образом моя косынка почти ну в принципе она не почти полностью готова нужно только заправить эти две оставшиеся нити длинная сторона косынки получилось 180 сантиметров длину очень очень хороший мне кажется размер на среднюю женщину мне очень понравился мастер-класс если он вам понравился обязательно ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал жмите внизу кнопку подписаться не забывайте активировать маленький колокольчик под видео чтобы не пропустить мои новые выпуски в будущем тогда мы обязательно с вами видимся на диаваде для творчества пока пока